СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Я так сейчас предупреждаю сразу и настоятельно рекомендую потом все это посмотреть, лицезреть собственными глазами. Удивительная сегодня, по-моему, история у нас в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ, да, Зисалевич, у нас были музыканты, были, у нас были представители религии, у нас были представители диаспор. Ну почему были? Я надеюсь, что мы еще... У нас были певцы, будут. Будут, да, будем еще долго жить. А вот рукодельниц, если можно использовать именно этот термин, у нас, по-моему, в студии еще ни разу не было. Да, и сегодня у нас в студии, ну как это, вот творческая группа, квилт-студия, вот они так себя называют. Я еще спрошу, что такое квилт-студия, и называется эта квилт-студия «Тропинка». И существует она в областном доме народного творчества. Да. Это наши вятские творцы. Мастерицы. Мастерицы, да. И, правда, вот сидеть вокруг этого великолепие, и все время хочется улыбаться, глядя на эти. Да, потому что мы знаем, что огромное душевное тепло, безусловно, заложено вот в эти вещи, в эти изделия. Быть может, они с практической точки зрения, ну как-то не всегда, да, их можно найти, им рациональное применение. Ну, безусловно, это то, что украшает, то, что радует, то, что дарит тепло, и сразу же за благодарностью за ваше творчество хочется обратиться. Спасибо вам. Сейчас мы, я надеюсь, подробно очень поговорим о вашей такой работе. Итак, у нас в студии сегодня, да, представим наших гостей. Лия Алексеевна Пустовойт. Она руководитель, значит, этой квилт-студии. Здрасте. Здрасте. Лия Алексеевна. Добрый день, да. Галина Константиновна Бутаурина. Ну, вот все время ударение на ООО. Бутаурина, да. Да, вот я хочу Бутаурина говорить, но вот приходится Бутаурина. Я тоже увеку Бутаурина. Вот, участница квилт-студии Тропинка. Вероника Владимировна Устюжанинова, участница квилт-студии Тропинка. И Екатерина Борисовна Воронина. Еще одна участница. Да. Всем вам, всем вам здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы знаем, что вам было непросто найти время для того, чтобы вот именно сегодня прийти в нашу студию в прямой эфир, так собраться. Понимаем, что много дел сейчас, но спасибо все-таки, что удалось. Тем более еще сегодня у вас мероприятие, да? Да, у нас сегодня открытие выставки. Опа. Рассказывайте сразу, да. Да, сегодня открывается первая выставка в этом сезоне. Она посвящена 45-летнему юбилею нашего клуба художников, к которому мы имеем непосредственное отношение. Поэтому мы после нашей встречи туда последуем. Где она? Она будет в ОДНТ. В ОДНТ. У нас свой зал выставочный замечательный. Она будет в 17 часов. Начало в 17. И сколько она будет работать? Она будет около полутора месяцев. Вход свободный или плата существует? Вход за условную плату. За условную плату. За условную плату. Чисто символическую, как принято говорить, да. Ну вот я еще хочу слушателям, может быть, напомнить, если вы следите за культурными новостями нашего города, то, например, вот из года в год, я об этом слышу, у нас проводится в городе выставка под названием «Чудо лоскутное». Вот это уже такой некий бренд, можно сказать. Это бренд вашей студии или это... Это постоянное название нашей выставки. Да, я знаю, что оно достаточно большое внимание привлекает горожан. «Чудо лоскутное» — это как раз «Квилл-студия Тропинка». Вот такое открытие я сегодня сделал. Так. В этом году выставка уже была? Была. В марте месяце каждого года бывает выставка ежегодная. Значит, сейчас до следующего марта. Раз в год. Весной. Собственно, природа расцветает. И оживает. И вы, собственно, ей помогаете вот этими многокрасочными своими работами. Да, собственно, ей помогаете. Так, Алис Алич, вы про «Квилл-студию» про термин. Я очень хотел, да, вы знаете, почему «Квилл-студия»? «Квилл-студия». У меня ассоциируется это со звуком «Квилл-студия». Это что-нибудь, какой-нибудь танец такой, понимаете, такой весёлый. В нашем смысле это танец, это рукоделие, это работа с лоскутом «Квилл-студия». «Квилл-студия» — это работа с лоскутками. Конечно, англоязычная, сейчас к этому уже мы привыкаем, хотя не очень любим. Вообще мы, конечно, студия рукодельниц, которая занимается лоскутным шитьём. В том числе, конечно, львиная доля — это традиционное лоскутное шитьё. «Квилл-студия» — это такое звучное название, которое зачастую нам приходится употреблять в поездках, сокращённое, такое быстрое. Собственно, наше название. Вопрос у меня сразу. А сразу, давай, давай. У меня тоже. То есть это хобби можно называть, ваше хобби. Безусловно. Ваше хобби. Но я хочу спросить, почему вы хобби занимаетесь не по отдельности, там, каждая у себя дома, а именно вместе. Вы приходите, вот вместе собираетесь. Что это вам даёт? Почему именно такая форма? Я подозреваю, что здесь есть какие-то исторические ещё причины. Не могу сказать насчёт исторических причин, но у нас «Квилл-студия» — это школа лоскутная шитья ещё одновременно. А школа подразумевает большое количество учеников и обучение по специальной программе, по специальной методике. И мне посчастливилось эту школу возглавить 15 лет тому назад. В 2003 году, как раз. Правильно, да. И с той поры я, безусловно, счастлива со своими ученицами, с новыми и с теми, кто уже ветеранами называется у меня. Команда огромная. И я считаю, что это очень популярно в нашем городе. Мне хотелось бы, чтобы прозвучало Ваши слова о том, исторически, о лоскутное шитьё. Это что вообще? Откуда это? Это что за культура? Культура очень давняя, если не сказать древняя. В раскопках что-то было ещё найдено. Но вот в современной истории очень часто первенство о лоскутном шитью всё-таки отдают Англии. Американцы сами говорят, что они первые придумали лоскутное шитьё. Американцы везде говорят, что они. Да. И, вы знаете, мы на этот... Несмотря на то, что государство 300 лет... Да, да, да. Вот именно. Мы на этот спор смотрим так немножко полушетя, потому что у наших старобрядцев в своё время, давным-давно, ещё в период американцев, были найдены при раскопках лоскутные изделия, на которых они молились, так называемые молильные коврики. Поэтому кому принадлежит пальма первенства? Ещё тот спор. Ну, вот наша лоскутная, ну, вятская, русская, не знаю, она несёт, наверное, конкретно отпечаток русского народного творчества. Конечно. Почему мы её зовём? Мы лоскутницы. Традиционную лоскутную мозаику мы изучаем очень серьёзно. Это наша любовь. На вятке-то глубокие вообще корни вот именно этого вида мастерства? Корни лоскутного шитья в России вообще глубокие. России глубокие корни, особенно это развитие получилось, когда швейные машины начали в конце 19-го века, в начале 20-го активно поступать. Когда, собственно, уже облегчилась задача, да, всё это? Да, и ткани уже тогда появились. Волна такого современного лоскутного шитья очень сильно накрыла нас с 1970-го года, когда некая Людмила Бокова приехала в Иваново и научила своих соратниц вот этому. В город невеста. В город невеста, она сама оттуда, но американка ныне, научила так, как это делается в Америке. То есть мы просто должны были вспомнить, чем мы всегда занимались. И это произошло. И вот, смотрите, вот сейчас Вероника перед нами выкладывает образцы традиционного лоскутного шитья. Да, с того, что мы обычно начинаем обучение. Я его, не знаю, в камеру что-либо показать. Это платочки? Нет, это образцы. Образцы, да. На чем мы учимся. А, понятно. Учебный материал. Здесь, собственно, методика показана, как это делается, да, можно сказать? То есть это вот, как это называется, как это вы сказали? Блок, лоскутный блок. Лоскутный блок. Традиционный, в принципе, Алексей, американский... Да, да, да. Здесь первый курс. Вероника демонстрирует образцы своего первого курса. И здесь действительно происходит изучение азбуки лоскутного шитья, традиционной азбуки русской лоскутной. Это американские квадраты, так называемые, по-нашему, колодцы, изба. А, я вспомнил слово алгоритм. То есть определенный алгоритм присутствует. Безусловно. Каждый блок — это своя техника. Ну и, конечно же, свои секреты. Установка цвета. Огромное значение имеет постановка цвета. Этому мы уделяем тоже немалое внимание, потому что основные ошибки все-таки бывают в цвете, а не столько в технологии шитья. Цвет — это наша основа. Алексей, ну вот вы, ваша группа, я знаю, что вы много путешествуете по России, участвуете в разных выставках. В фестивалях, конкурсах и так далее. Ну, не просто конкурс, а вот я читаю как раз диплом. Открытый международный фестиваль лоскутного шитья. Куилдфест 2018, большое лоскутное дефиле. В общем, формат международный, да, мероприятие, когда это в этом году, да, проходило, и где непосредственно? В Москве. В Москве. И вы получали... Это диплом какой степени получается? Это победитель? Нет. А, диплом участника. Бывает и в степени, бывает и участника. Все бывает. Участвуем много. Ездим хорошо. Просто один из последних. Просто я смотрю на генеральных партнеров фестиваля. Тут, знаете, много известных очень брендов. В общем, да. Интересно. И вот мы сейчас заговорили, Россия ведь большая, и в России есть много народов, которые живут испокон веков на территории России. И вы много видели вот каких-то таких, такого вот искусства с национальными особенностями? И что-то было среди этих, скажем, образцов или экспонатов, как это назвать-то еще, чтобы вас вот привлекло, поразило, чтобы привнесли в свою студию своим ученицам? Да. Конечно. Когда ездишь на фестивали и на выставки, в первую очередь ты учишься. Проходишь разные мастер-классы, беседуешь, знакомишься. Это учеба. Для меня, как преподавателя и руководителя, это в первую очередь учеба. Учиться нужно всегда. Да, безусловно. Техники разных народов привлекают внимание. Я могу сказать, что очень активно сейчас себя позиционирует Республика Саха. Да вы что, Якутия. Якутия. Регион богатый, конечно. Подожди. Причем здесь не алмазами же они шьют. Даже если регион богатый. А, в колодец кладут, да? Так, надо образцы взять. Народ, наверное, богатый. Они, наверное, на самолете на своем прилетают к нам на фестивали и привозят очень много подарков. Как-то был случай, прошлый год в Суздале они угощали нас олениной. Ясно, что они оттуда привезли. И кумысом, и еще прочими другими угощениями, которые мы никогда не пробовали. И все это, наверное, на самолете они привезли. Они так просто, правда? Да. Народ не только богатый. Богат он еще, в первую очередь, своими традициями. И надо признать, что традиции Республики Саха, они представляют лучше, чем кто-либо в нашей необъятной России. Чтут, представляют и умножают. Ну, общероссийские традиции, да? Да. Свои. Канонические. Свои. Свои. То есть, специфика тоже есть. Безусловно. Республика Саха. А что там на этих рисунках? Это использование, в первую очередь, не простых ситцевых тканей, а драпов. Драп, сукно. То есть, такие материалы. Олени мех включаются, совершенно верно. То есть, то, что присутствует у них в их непогоде. У них есть специфические технологии. Между двумя слоями драпа выглядывает узкий кант, который просто невозможно, на первый взгляд, представить, как это можно вработать. Однако, они очень подельчивы, они очень общительны, народ Якутии, и они рассказывают нам, как это делается. Учат нас, поэтому с ними общаться очень интересно. Я, признаться, Исалий, сейчас немножко непривычно себя чувствую. Почему? Я, как человек, который считает, что дружит достаточно с молотком, топором, дрелью и перфоратором, про рукоделие, про лоскутное мастерство сейчас. Я, в общем, въезжаю потихонечку. Мне, конечно, безумно это всё нравится. Да, а вот у меня такой вопрос. Вот то, что мы видим сейчас на нашем столе, очень много изделий, изготовленных вашими руками. Всё очень яркое, дарящее только положительные эмоции. И вот смысл-то этого всего, действительно, дарить человеку радость, именно хорошие какие-то ощущения, а вот какие-то трагичные нотки вообще не затрагиваются в целом в вашем мастерстве? В шитье совершенно вы ответили сами на свой вопрос. Дарить радость. Дарить радость. Это первое. Дарить ей радость, уют, тепло в дом, обеспечивать свою семью тёплыми одеялами, одеждой. Всё это лоскутное шитье. Оно очень многолико. Предметы быта, одежда. А какие-то традиции, связанные с жизнью, вы, наверное, как бы, да? То есть, ну, скажем, когда девушка начинает учиться лоскутному шитью? В настоящий момент... Исторически, да? Исторически они учились тогда, когда, собственно говоря, лет 9-10 садились с мамой или с бабушкой за швейную машинку или за ткацкий станок. В настоящее время дети немножко увлечены другим, но радует то, что в студию к нам приходит всё больше и больше молодёжи. Это очень приятно. Молодёжь, а возраст? Молодёжь, я подразумеваю, такой возраст. В основном для меня молодёжь — это люди до 30 лет. До 30 лет. Это представительницы прекрасной половины. Прекрасной половины, да. Мужчины-то есть у вас вообще в студии? Мужчины в студии редко появляются, но метко. Алёша Шофеев однажды, такой ученик знаменитый, он сейчас на всю Россию известен, пришёл уже в возрасте 60 лет. Вот это да. И начал учиться наравне с девочками, вот прямо сидя за партой, чем подтянул очень хорошо группу женскую нашу, до уровня более женственной, наверное. И этот Алёша Шофеев за 4 года своего обязательного обучения, у нас школа не одного года обучения, достиг определённых высот, а самые ценные. Он взял на себя миссию представить культурно-лоскутное шитьё татарии, будущего представителем этого народа. И сейчас... То есть это для них вообще на ухо какой-то, или что? Нет, у них есть лоскутное шитьё, но оно специфично. Во-первых, у них свой выбор цвета, свои технологии. Специфика, национальная. Самое, что ни на есть выразительное, это было сразу заметно. И как будто он специально для этого и научился, чтобы впоследствии в своей жизни, видите, он пришёл зрелым человеком уже, заняться именно тем, чтобы прославлять культуру татарии вот на этом поприще. И ему это удаётся. У него скупают работы музеи, он часто ездит в Татарстан, в Казань, он там выступает. Он знаменитый человек у нас теперь. А вообще он слесарь завода Лепси в бывшем, недалёком. Так что вот такой ученик знаменитый у нас существует. Работал человек слесарем. Решил, дай-ка я поучусь вот этому лоскутному мастерству. И смотрите. Ну, он такой дружит и с головой с руками, Лёша. То есть ты прагматичный человек. Человек грамотный, прагматичный. И я бы сказала, что ему удалось поймать тонкость, что не даётся иногда мужчинам, тонкости лоскутности, ему это удалось. Давайте дадим возможность руководителю в студии Лире Алексеевне немножко передохнуть. Я хотел бы услышать каждую из представленных у нас участниц. Екатерина Воронина. Пожалуйста, перед вами микрофон. Она хочет последний. Да, Катя, пожалуйста. Как вы пришли, собственно, в это? Когда вы начали этим заниматься? Что это вам даёт? Вот небольшое представление. Ну, во-первых, пусть Екатерина продемонстрирует платье, в котором оно находится сейчас. Да, это... В полный рост. Я думаю, что фотография этого платья у нас будет. Видеосъёмка сейчас у нас идёт, передача. Обязательно потом зайдите на сайт эхакирова.ру, посмотрите это видео. И вот это платье вы сами шили? Да, конечно. Сколько времени ушло на изготовление этого всего? Я так не могу сказать. Ну, год, два, месяц. Нет, это, наверное, за месяца два. Месяца два. Это была ваша задумка? Это платье из коллекции. В коллекции у нас сколько платьев? Наверное, восемь. Наверное, восемь. Коллекция. Вы совместно делали эту коллекцию? У каждой свой наряд в этой теме. У нас очень много коллекций, и каждая участница коллектива делает себе костюм сама. И само платье, сама основа тоже это ваших рук дело, да? То есть сами это всё сшивали, а потом вот эти все украшения уже... Сколько вы занимаетесь этим творчеством? Вот буквально на днях исполнилось 10 лет. Ох, у вас кругом юбилеи. 15 лет студии, 10 лет. Вы участвуете. Почему именно эта разновидность творчества? Почему, не знаю, не вязание крестиком и что-то там ещё? Ну, вязание и вышивание крестиком в детстве это было всегда. Шитьё тоже было всегда. В детстве шила на машинке. Соседка пригласила на первое занятие. Я с ней пошла за компанию. Но когда я увидела Илью Алексеевну, вот я до сих пор не могу уйти. И всё время учитесь, учитесь. Конечно. И просто безграничные какие-то темы можно открывать для себя. Учиться, учиться. И у вас вот к этому платью сумочка, я смотрю, да? Или как это? Эта коллекция называется «Трансформация круга». Ах, вот. Ну, круг у нас центральная, собственно, да. Фигура вот всех этих украшений. Всех, да. Вот это тоже из этой же коллекции. Да. Сейчас Екатерина показывает на юбку такую длинную, длинную юбку, которая у нас сейчас на плечиках висит на стене в студии. Но ещё раз напоминаю, что у нас подробный фотоотчёт будет об этой передаче. Всё будет выложено. Заходите. Это очень увлекательно и интересно. Вероника, пару слов о себе поближе к микрофону. Когда вы к этому пришли? Почему именно к этому? Ну, я помоложе немножко, Катя. Я 9 лет в этом году буду заниматься лоскутным шитьём. Потом у меня тоже случай... Я попала со своей подружкой на первую выставку в ДНТ. Выставка была какая-то невероятно потрясающая. Там было очень много традиционных лоскутных одеял. Вот именно традиция. То есть это такое сочетание цветов, там, красный, синий. И как-то это всё так тепло. Так всё вдохновило, что вот я пошла на занятия. В итоге подружка не ходит, а я продолжаю. А на занятии, я не знаю, первый курс, наверное, сидит и смотрит на Леексеевну, открыв рот. Каждый год приходят девочки, женщины, смотрят на Леексеевну и понимают, что все хотят быть как Леексеевна, выглядеть прекрасно, всегда с позитивным настроением, всегда с таким оптимизмом. Если бы вы знали, у нас занятие проходит по такой тематике, то есть вначале идёт занятие, как бы даётся домашнее задание, на следующее занятие всё это вывешивается на флонерегу. На стенку развешиваются все, допустим, образцы работы и начинаются вначале обсуждения. То есть, в принципе, и вот Леексеевна, она всегда найдёт такие слова, чтобы человека подбодрить. Она никогда не... Она всегда поднимает, она даёт крылья. Никогда не ругает. Она не ругает, да. В том-то дело, что всегда хочется продолжать и продолжать и совершенствоваться, совершенствоваться, совершенствоваться. Нет, ну вы же знаете, классические правила обсуждения сначала нужно хвалить, а потом уже указывать на так называемые точки роста. Педагогический приём. А вы понимаете, можно ведь ругать-то по-разному. А как очень деликатно и красиво Леексеевна объясняет, что вот тут вот можно было бы, наверное, что-то сделать по-другому. Но деликатно так. Очень деликатно. И этот человек, как бы, человек понимает, да, наверное, да, хочется ещё, хочется сделать так, чтобы было прямо вот Леексеевну порадовать. Ну так. А что вы бы о своём костюме? Да, это что, Навану, покажите, пожалуйста. Я, к сожалению, своих костюмов не принесла. Это костюм Кати из нашей первой коллекции, которую... Екатерина Борисовна, в смысле? Да, Екатерина Борисовна, которую мы сходили в Суздаль. Коллекция называется «Вятская барыня». «Вятская барыня». Ну и, соответственно, я хочу просто спросить про ситуацию, то есть атмосферу, в которой можно появляться в этом наряде. Это что? Будни, это праздник, это что? Можно каждый день ходить? Каждый день, повседневно. Ну, когда мы приезжаем на фестиваль... Присаживайтесь, да, спасибо. Допустим, в Суздаль или ещё в какие-то города, там люди носят. В Москве очень популярно лоскутное шитьё. Ну, конечно, может быть, не такое яркое, как... Это сценический костюм. Это сценический костюм. Да, это специальная коллекция «Вятская барыня». У нас она очень яркая, она очень позитивная. Да, там на фотографиях. Вот. Это фотография. Это другая. Нет, нет, это другая фотография. Та же другая. Та же. Это дымковская игрушка коллекция. Вот с коллекцией «Дымковская игрушка» мы были на фестивале во Франции в Сен-Мариамин. Здесь есть? Нет. Здесь дымка. Это дымка. Вот эта коллекция пребывала во Франции. Вот там как раз костюм Алексеевны. Да. Ладно. Не останавливайтесь, рассказывайте. Мы представляли Россию с московскими… Верой Голубева. С московскими коллегами? Да, с московскими коллегами. Лена Воронова, руководитель клуба «Красный сарафан». Потом был модельер из Архангельска. Николай. Николай Терюхин. И всё это было организовано государственным Российским Домом народного творчества. И курировала всё Юлия Борисовна Иванова. За что ей огромное спасибо, потому что, наверное, нам было бы туда не выбраться. Мы посмотрели на уровень лоскутного шатя мирового. Там была потрясающая выставочная зал. Сколько там городов было? Городов пять, наверное, близлежащих было задействовано под выставки. И было два дня дефиле. Дефиле показывали Россия и Япония. В общем, важное, ответственное мероприятие международного уровня. В Японию привезли коллекцию кимоно. У них, оказывается, там что-то типа... А что ещё в Японии есть кимоно? То есть лоскутное кимоно? Они не лоскутное. Они привезли традиционное японское кимоно. С нашей стороны было не только лоскутное шистью, не только наша коллекция. А ещё традиционные русские костюмы показывали коллекцию. А Япония показывали свои кимоно. В общем, смыслами мероприятия было блеснуть чем-то своим национальным. Что-то у нас Галина Константиновна молчит. Галина Константиновна, Буторина, вам тоже слово. У нас минутка-две есть до рекламы. Ну, что я могу сказать? Я выросла в деревне. В деревне, в Тюменской области. В Тюменской области, да. Деревня Мантровка. В нашем доме стоял станок ткацкий. И в нашем доме в сундуках лежали клубочки. Всякие шерстяные ниточки, всякие тряпочки. В общем, всё это делала моя мама. Ткала коврики. К сожалению, мне удалось это сохранить на сегодняшний день от мамы. Коврик, который она ткала. Или как правильно называть на этом станке? Половики. Мама, простите, какого года рождения? Мама 1908 года рождения. Больше стали. Да, Царство и Небесное. Я, конечно, около мамы это ничего только смотрела. В детстве и в юности я вышивала только. И уже в возрасте, в более старшем возрасте. Когда дети выросли, наверное, уже. Да, любительски шила одежду для себя, допустим, любимой. Ну вот и всё. Но мне всегда очень хотелось вернуть традиции мамины, потому что мама шила одеяло из лоскуточков. Вот тоже вот такой техники. И мне очень хотелось это. И я случайно попала на выставку в 19... В 2012 году. Попала у нас в Кирове на выставку. В Кирове? В Лоскутное чудо это было? В Лоскутное чудо. Я там увидела массу этих одеял. У меня так... Воспоминания из детства у вас, естественно. У меня просто разбежались глаза в разные стороны. И мне очень захотелось сделать одеяло. И вот я пришла в эту Квилл-студию Тропинка. Илья Алексеевна нас всему этому научила. Платье, которое сейчас на вас, тоже можете... Это коллекция. Красоваться немножечко. Это ваших рук дело? Ну, это рук дело, тоже будем говорить, Квилл-студии Тропинка. Потому что я пришла... Коллективная работа. Да, я пришла чуть попозже. Но вот такое красивое платье делали... Коллекция Деревянное кружево России. Вот коллекция Деревянное кружево России. А, тут я смотрю как-то резьбу по дереву. Ну, я знаю, это все. Приглядываюсь, приглядываюсь. Да, да, да. И эта идея, конечно, взята, если я правильно скажу, и с посещения в город Сустель. Спасибо. Спасибо большое. У нас сейчас будет небольшая реклама. А, да, реклама у нас сейчас. Творчество Квилл-студии Тропинка. Мы сегодня о нем говорим. Напоминаю, что позже на сайте хакирова.ру появятся фотографии и видео-версии сегодняшней программы. Обязательно зайдите. Чудесно, прям как красиво у нас сегодня. Редко такое бывает. Спасибо большое Квилл-студии Тропинка. Реклама и скоро продолжим. Союз нерушимый. Продолжаем нашу работу. Мы беседуем и в перерыве. Программа «Союз нерушимый». Напоминаем Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, и наши гости Ле Пустовойт, руководитель Квилл-студии Тропинка. Студия работает в областном доме народного творчества. Галина Буторина, Вероника Устюжанинова и Екатерина Воронина у нас сегодня в гостях. Ничего, что мы в меньшинстве мужчины сегодня тут. Азиз Альич, нормально себя чувствуете? Да, даже какой-то вопрос интересный. Ладно, давайте продолжать. Ну, вот ваше искусство, оно имеет и чисто ультилитарное назначение. Вот я вижу, значит, у Вероники сумочка красивая. И вот удобно с такими сумками ходить? Вот с такой сумкой вам? То есть или просто из-за красоты, или там вот и места достаточно? Хранители, любители природы, экологи. Тут, не знаю, молиться должны на эти вещи, по-моему. Да, вот Галина Константиновна, смотрю, перед ней такой коврик. Хочешь, можно назвать и молитвенным при желании. Потому что он такой мягкий, красивый. Ну, видимо, когда молитвен, там, наверное, особые какие-то... Знаки, да, там размеры особые. Здесь птичка. А сейчас просто птичка. Кстати, сегодня в течение программы неоднократно мы говорили, что лоскутное одеяло, лоскутное одеяло. А почему именно этот предмет, он как-то вот... Это классика жанра. Центральный, да? Да, это классика жанра. Именно одеяло было принято. Именно одеяло. Пришло к нам истори. Потом коврики, которые закрывали сундуки Липачиха. С приданым в том числе. Да, в том числе и с приданым. И вот эта история, она остаётся классикой. А всё остальное мы уже добавляем сами. В том числе этот чайник, который вот передо мной стоит. Но, скорее всего, это, ну, если Володя, как сказал, что я там инструменты какие-то, он, может быть, для гвоздей бы использовал. Для гвоздей, для захлёпок. Так сказать, для хранения этих, этот чайник. Наверное, это используется. А мы для конфет. Для конфет? Ну, нет, Великанин смотрится, конечно, на столе. На столе было бы красиво, да, на чайном столе. Сколько времени вот уходит на это всё, как раз-таки вот с точки зрения работы? По-разному. По-разному. Но мы работаем с большим удовольствием, и нам кажется, что мы быстро делаем. Потому что затягивать работу не смысл. У нас опережает новые идеи, новые задачи ставятся. Поэтому мы стараемся быстро работать. Тут, наверное, нужно ещё пересиливать себя. То, что придумал, надо довести до конца-то сначала, а потом уже приступать к новому. Вы знаете, если бы эта работа была с тем, что пересилить себя, мы бы, наверное, не занимались. Это, в первую очередь, удовольствие огромное. Удовольствие. Без волевых каких-то усилий. Без. Ясно. Вот хочется ещё спросить про наши традиционные вятские мотивы. Как они отражаются в вашем творчестве? Ну, вот я вижу, да, эти работы. И дымку мы уже упоминали. Но просто дымка, дымка, она вот... Ну, как-то мы уже подустали, наверное, от неё. Она везде. Мы сейчас её в городе видим. Здания, дома в дымку украшают. И как-то задаёшься уже вопросом. Ну, что, разве кроме дымки-то у нас ничего и нет? Вот вятские мотивы всё-таки... Это ведь не только дымка, да? Для себя мы, конечно, дымку определили. Кукарское кружево тут, конечно, можно вспомнить. Видите, кукарское кружево само по себе. Его в лоскуте особо не отразишь. И из кукарского кружева ничего делать не будешь. Это кружево и есть самодостаточное. Ну, конечно, дымка — это всё-таки дымка. Она всегда у нас на первом месте. По ней нас знают во всём мире. И поэтому к ней любой художник продвигается любыми методами. И это, в общем, неудивительно. Это даже, наоборот, по-моему, хорошо. Это весело, это красиво. И за это нас как-то даже уважают. Но, наверное, раз мы здесь, жители Вятки, мы всё равно черпаем вдохновение из своих источников и корней. По-любому. Что бы ни было дальше, мы всё равно отсюда генетически всё берём. Так что наши краски, может быть, не очень яркие северные, это наши ткани, это наш образ жизни, он всё равно отражается в каждом лоскутном изделии. Так что мы по-любому идём верным своим путём. Ну, а вот у вас, вы говорили о Лёше как... О Лёше Шофеев. Шофеев. Вот он пришёл к вам и привнёс как бы царские мотивы. Да. И, наверное, у вас ещё такие были какие-нибудь образцы? Кто-нибудь ещё? У нас, потому что мы-то вот с Володей ведём передачу, у нас тут кто уже только не побывал, да, из народов живущих, даже африканцы. Были. И китайцы. Да, и китайцы, и кто угодно, теперь уже живёт на нашей вятской земле, да. А у вас много учеников... Иностранцев. Других национальных. Ну, это не обязательно издалека откуда-то. У нас же и марийцы, и удмурты, и татары, собственно. Да. Они все уже перемешались, они все такие, как русские, поэтому о себе много не заявляют, но когда присмотришь всяких работ, там сразу понимаешь, что они живут уже другими какими-то красками своей культуры, и это очень уважительно, потому что своё надо обязательно представлять. Но смешанно. В чистом виде я могу сказать, что только Алёша Шафиев у нас такой вот предводитель своего дворянства, а всё остальное как-то так уже размыто. Но оно как бы отражается. Отражается, да. Ученица из Прибалтики, она работает в холодных красках, она уже просто другие не принимает. Да, немка, она работает по-другому. То уже посмотришь и уже уважаешь её труд. Ну, татары и марийцы, они, конечно, существуют везде, удмурты здесь у нас есть, привносят своё. Хотя им говоришь, что там вот так-так поставить, у них всё равно своё выскакивает. И это становится лучшим вариантом. Сколько татарам не говори, всё равно по-своему. Ах ты, Володя. Ну, у нас живут и жители Дагестана, из Кавказа. Кавказа, да. Они замечены в ваших рядах. Этери Двалишвили. Была замечательная ученица грузинка. Была она и есть, просто сейчас уже в свободном плавании не ходит так часто к нам на занятия. Этери Двалишвили. И чем отличались её произведения? Её произведения отличались тем, чем отличается грузинский народ от нашего. То есть роскошные ткани, красивые представления. Женщина, это должно быть красиво. Это вот прямо с рождения у них. Это должно быть женственно мягко. И как-то так, чтобы сразу видеть вот эту красоту именно народа. Это богатые ткани, это блеск, мишура. Это доскональное использование любого материала в качественном виде. То есть всё доведено до уровня. Это трудолюбие огромное. Это выполнение всегда на пятёрку и на отлично. Её работы ни с чем не сравнишь. Давненько она уже занималась, занималась долго, но никогда не забудешь таких замечательных девочек. Ну, может, она ещё вернётся, вот услышит передачу? Она занимается. Она занимается и вне коллектива. Почему всё время быть приписанным к УДНТ? Они могут разлетаться. Это обычное явление любой семьи. А почему ваша студия не разлетается? Потому что я там работаю. Она на вас всё держится. Значит, всё-таки есть в коллективе какая-то творческая душа, которой люди стремятся. И, конечно, ваша притягательность, само собой, но, видимо, общение в коллективе, да? Оно даёт очень многое для обучения. Коллективное обучение — это мощь большая. Самостоятельно обучиться нельзя. Анастасина про это хочет сказать. Добавите. Нет, я только хочу сказать, что набираешься художественного вкуса, потому что, если когда не художник, очень сложно творить какие-то изделия. А всё-таки посмотришь, как у других. Я вот слышал, что вы недавно и в шляпном фестивале участвовали. Мы имеем в виду фестиваль, который прошёл в Вятских полянах в начале августа. Международный фестиваль шляпа, да. Лея, Ксения, вы руководите изготовлением? Нет, как раз вот там не было никакой моей миссии. Девочки съездили не санкционированно, просто так сами. А, не санкционированно? Нет, нет, нет. Просто так им захотелось. Но я всегда рада, когда они выходят за границу, так скажем, в наших обычных программ. Так что нет. Головные уборы были там. Наши замечательные Ларисы Сметаниной, «Золотой ладошки России». А девочки подготовили костюмы времён НЭПа. У нас была такая коллекция свежая. И тоже лоскутная. Конечно. НЭПа, да, одна из таких интересных эпох. То есть и у вас теперь есть вот такая коллекция. Как она называется, эта коллекция? Прошлая к настоящему. Ну вот у нас всё время связь идёт такая. Прошлая к настоящему. То есть костюмы времён НЭПа в лоскутном шите. И вот на выставке вы будете это демонстрировать? Мы это периодически демонстрируем в поездках Суздаль, Москва. Вот туда, куда мы ездим на фестивали, мы свежие коллекции всегда показываем. Ну и у себя. В ДНТ у нас в декабре месяце будет дефиле лоскутной моды. Это тоже ежегодное мероприятие, которое очень популярно в городе. А как-то вы оповещаете о том, что у вас в Кирове будет? Вы знаете, у нас настолько много учениц, что нам не нужна дополнительная реклама или афиши. Всё это расходится. Иначе мы сегодня говорим, это уже в каком-то смысле реклама. Придёт к вам после программы. В декабре. Минута у нас остаётся. У меня какой-то такой серьёзный вопрос назрел в конце. Но уж извините, что на такой серьёзной ноте будем завершать. Просто в современное время мы очень часто говорим об угасании каких-то традиций, о том, что мы теряем безвозвратно. Скажите, пожалуйста, вот это творчество лоскутное, оно будет жить покуда... Покуда мы все живы, и мы будем передавать это молодёжи. Это не исчезнет никогда, уверяю вас. Это самое демократичное искусство, самое доступное, самое универсальное для любой женщины. Оно никогда не угаснет. Есть ли в настоящее время, не знаю, в каких-то профессиональных, может, учебных заведениях курсы знакомства, хотя бы какое-то шапочное, может, ознакомление с сосудом? В технологическом техникуме. Да. Дизайнерские какие-то факультеты обязательно вводят. Обязательно вводят какой-то курс лоскутного шестья. Более того, даже в школах вводят преподаватели элементарный курс лоскутного шестья. Мои ученицы, будучи воспитателем детских садов, даже в детском саду вводят программу лоскутного шестья элементарного. Это замечательно. Ну, тогда порадовали. Тогда действительно... Не пропадёт. Да, не пропадёт. Не пропадёт. Спасибо большое. Вот так быстро пробежало наше время. Квилл-студия Тропинка у нас в гостях. Областной дом народного творчества. Место, где вы, собственно, творите. Благодарим вас, Лея Пустовой, Галина Буторина, Вероника Устюжанинова и Екатерина Воронина. Творческих вам успехов. Спасибо. Если хотите заразиться этим настроением, уважаемые слушатели, то в 17 часов сегодня открывается выставка. Выставка, которая называется... Песень души. Ну, общее название Песень души, она будет в ОДНТ, посвящена 45-летними юбилея Клуба художников. И будет действовать в течение месяца. Возрастные ограничения есть? Никаких. Никаких возрастных ограничений. Всё. Спасибо большое. Очень рады. Спасибо. До свидания. Спасибо вам большое. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ